Теперь эволюцию портрета можно изучать по работам Владимира Ададурова. Свежая выставка фотохудожника открылась в кинотеатре «Современник». 45 снимков, показывающих как эпоху Возрождения, так и современные журнальные фотографии, мастер поделил на 4 серии. Самое главное, что мне хотелось донести этой выставкой, это то, что многие забывают о том, что фотография, и фотографический портрет в частности, имеет под собой основу живописную, графичную, иногда киношную и так далее. То есть портрет не просто так. Первой серией, состоящей из семи фоторабот, Ададуров отдал дань эпохе Возрождения. Вдохновляясь, признался автор, поглядывал на картины Рембрандта и да Винчи. Свои живописные снимки фотохудожник даже печатал на настоящих холстах и подбирал каждые цитаты из классики. Вот эта картинка, она у меня имеет такой подзаголовок цитаты из Фриде Хэнниджа. У него есть такая замечательная цитата. Идешь к женщине, не забудь плетку. Затем Ададуров взялся за малоизвестный фотостиль аркур, стиль золотого века Голливуда. Именно просматривая черно-белое кино 50-х годов, Ададуров решил этот стиль возродить. Как признался автор, за него рискуют браться единицы. Это сложная стилистика, во-первых. А во-вторых, сам по себе, там технология съемки такова, что сохранив форму, еще и внести в нее содержание, то есть чтобы это был не просто мумифицированный человек, стоящий, непонятно куда смотреть, а чтобы в нем был характер. Над работами в так называемом стиле аркур Владимир Ададуров трудился намного дольше, чем над остальными. Все дело в свете, признался фотохудожник. Здесь он должен быть скульптурным, чтобы все портреты были похожи на застывшие кадры черно-белого фильма. Свет на съемке мастер выставлял в течение 3-4 часов, но это того стоило, уверен Ададуров. Большая работа с освещением была проведена и при создании этого цикла. На него автор вдохновил глянцевый журнал Vogue. Портретные тенденции, так же как и пристрастия фотохудожника, меняются довольно стремительно. Но в этом разнообразии рождалась классическая дадуровская манера. Она, кстати, тоже представлена на выставке в «Современнике». Продолжение следует...